Добрый вечер, мои маленькие друзья телезрители! На ваших экранах Лёвушка, и я вас сегодня с удовольствием приглашаю в гости в детскую изо-студию Центра Досуга Цветочный. И представляю вам её руководителя Гуркина Олега Юрьевича. Здравствуйте, ребята! Олег Юрьевич, мы с ребятами уже пересмотрели столько сказок разных, русских народных в том числе. А вы, я знаю, занимаетесь художеством, вы рисуете сами и обучаете своих воспитанников этому искусству. Расскажите, пожалуйста, чем мы сегодня с вами займёмся? Сегодня мы будем заниматься с вами темой истории русского народного костюма. Наши ребята, которые здесь собрались в изо-студии, будут вместе с нами учиться ему и рисовать. А вы можете, дорогие телезрители, смотреть, как они рисуют и сами тоже принимать в этом участие. Когда-то давным-давно люди одевались совсем иначе, чем мы сейчас с вами одеваемся. Девушки носили сарафан, передник... Кокошники. Кокошники, правильно, Лёвушка. Вот. Ну и, конечно, царевны одевались богаче. Простые девушки-крестьянки победнее. Но всё равно и у тех, и у других костюмы были похожи. А сейчас мы с вами попробуем нарисовать. Сначала женский костюм старинный. Начинаем всегда рисовать с головы человека. Поэтому давайте нарисуем голову. Это вот такая голова. Такая голова. Интересная форма. Похоже на лампочку. На яйцо похоже. На яйцо, на грушу. От шеи, можете наметить шею, идёт у нас вот такой треугольник. Платье тогда носили просторные, длинные, которые закрывали ноги. Фигура у нас уже нарисована, и будем украшать одежду. Вспомним, что носила девушка у нас на голове русская. Что Женя у нас носила? В Древней Руси девушки носили кокошники или платки. Спасибо, Женя, ты абсолютно права. Ну и теперь давайте нарисуем, наконец. Субтитры сделал DimaTorzok Вот какая получилась русская красавица. Ну что ж, Олег Юрьевич, большое спасибо вам за интересный рассказ. Теперь мы вместе с ребятами узнали, как рисуется костюм русской красавицы. И это нам очень пригодится, я думаю. Ну а пока ребятки продолжают свою работу над костюмом, над украшением, Мы все вместе смотрим мультфильм. Ну вот и все на сегодня, дорогие мои маленькие друзья телезрители. Могу лишь вам сказать одно, что в следующий раз мы с вами узнаем об истории мужского русского народного костюма. Ну а сейчас до свидания и... Пока! Субтитры сделал DimaTorzok